Друзья, привет! С вами Алена. Алена Самсонова, блогер, психолог и просто человек. И сегодня по вашим запросам я снимаю видео об осознанности и тревоге. Сейчас это очень-очень актуальная тема. В моменты кризиса все люди начинают запускать какие-то проекты, что-то реализовывать срочно-срочно, дабы остаться на плаву, остаться в состоянии удерживания своих каких-то функций. Но на самом деле, когда вы понимаете, что ничего удерживать на самом деле не нужно и не важно, и вам тогда не хочется что-то такое делать. О чем это? Это когда вы находитесь в моменте переживания какого-либо кризиса. Ваша система стремится избежать его. То есть вы начинаете отвлекаться на гаджеты, на пересмотр ТВ, на переписку, звонки, кофеек, чаек, покурить у кого-то. У кого-то лишнее сбросить психоэмоциональное напряжение, пойти в зал, либо мастурбировать, что-то делать, снять тревогу. И все это об порочных таких кругах, как я называю, которые запускают вторичную повторную реакцию вашей психики, чтобы вы сбежали от стресса. А сбегать от него абсолютно не нужно, когда вы признаете, что он для вас безопасен, что вы находитесь в системе, в которой вы просто отлично себя чувствуете, чувствуете, у вас много энергии, хорошее настроение, и вы учитесь это получать. Вы скажете, у меня дерьмовое настроение, Алена, мне страшно, тревожно, больно, грустно, одиноко. И я скажу, окей, друзья, это нормально, это сейчас с вами происходит, будьте в этом моменте. Это про то, что вы осознаете, но искусственно создаете для себя условия, в которых вы не можете справиться с другими стимулами, кроме наблюдения. Это как «Ай-яй-яй, нога болит, поэтому буду смотреть сериал». Тут вы осознаете, «Ай-яй-яй, нога болит, поэтому буду продолжать наблюдать, как она болит, и продолжать печатать, например, письмо по работе». И это высший уровень пилотажа, о котором читали лекции мне, например, за границей в университете социальной психологии. И об этом говорят многие-многие научные статьи, об этом говорят буддизм, об этом говорит йога. Она говорит о наблюдении, наблюдении за собой в моменте. Как это происходит, друзья? Сейчас это видео для тех, кто, например, уже сейчас находится в какой-то ситуации, когда вы не можете чего-то терпеть. Это очень-очень просто. Первое. Вы направляете свой фокус внимания на свое тело. Второе. Вы наблюдаете за той волной, которая проходит в вашей голове, в вашей психике и заставляет вас чувствовать себя качественно по-другому. Какая волна? Волна напряжения и расслабления. Например, вы что-то не успеваете, например, у вас что-то не получается, например, вы испытываете физический стресс, и вы чувствуете, как эта волна прям вот до уровня доходит, и вы просто slow, slow, slow ее отпускаете. И именно в такие моменты slow, медленно, вдыхая, вы можете расслабиться. Чем больше вы пытаетесь направить свое внимание в другую сторону, отвлечься, что-то такое сделать, что доставляет ужасные неприятные ощущения, тем хуже для вас. Именно поэтому вам очень важно научиться быть в моменте. Это вот как вы, например, мойте посуду, готовите чай, ужинаете, и именно этим занят весь ваш организм. Только этим. А все остальные дела, представьте, что они у вас ушли на потом, и вы просто находитесь в моменте. Как эта осознанность помогает вам справляться с кризисами? Во-первых, она помогает вам не навредить себе. Что значит не навредить? Это значит, что вы можете уже управлять своим уровнем стресса, в котором вы находитесь. И чем больше у вас, точнее, чем меньше у вас стресса, тем лучше у вас получается справляться с простыми делами, которые у вас сейчас есть. Еще один момент, как помогает осознанность бороться с апатией, как помогает осознанность бороться с чувством вины. Осознанность помогает быть в этих чувствах, и она не избавляет от этих чувств, но она лишает вас испытывать вторичные эмоции по поводу того момента, в котором вы находитесь. Например, вы находитесь в состоянии жутчайшего кризиса, например, болевого какого-то. И чем больше вы пытаетесь снизить этот кризис, тем больше ваша система говорит, нет, дружок, посиди-ка, я сейчас еще тебе добавлю. И так работает вторичный круг. Поэтому, друзья, если у вас случается такое, что вы не можете в какой-то момент отпустить, научитесь быть в этом моменте. Иногда это кажется сложным, иногда для кого-то это кажется невозможным, но на самом деле это большая, огромная реальность. Поэтому, друзья, если сейчас кризис, который у вас происходит, проходит в жизни, он глубочайший, не вешайте нос, просто продолжайте находиться в моменте, в тех делах, которые вы делаете. Если вы прогуливаетесь, прогуливайтесь. Если вы встречаетесь с друзьями, встречаетесь с друзьями. Если вы едите, ешьте в этот момент, но никак не запускайте вот эти чувства, не давайте им возможность распространиться на вашу жизнь. Друзья, я вас целую, обнимаю, люблю. Пишите мне комментарии под видео, в инстаграм пишите, и я с радостью отвечу на ваши вопросы, как я справляюсь, как справляются мои клиенты, как вообще помогать себе выходить из этих трудностей.